и что будет в этом видеоролике она выпала главное чтобы она не разбилась ой а меня вообще слышно без звука идет ну да сделала я больно пакетику и что всем привет с вами ультрамарин и сегодня я буду распаковывать посылочки с валдерисом так как я новичок и я купила первоначально этой петличку вот так вот она выглядит но эта коробка так выглядит полтора метра сейчас я ее открою и вот в такой упаковочке она ой а мне общаться без звука идет я ее надела и мне еще выпал такой листок тут есть qr-код наводишь камеру переходишь по ссылке и там получается сайт на этом сайте если у вас что-то с петличкой не так вы можете настроить заменить ну и так далее или есть какие-то претензии по поводу петлички все артикулы я скину в описании а стоила она вот столько и если честно она не смешит то что у меня есть помпончик поставлю я наверное ей 10 из 10 так как она выполняет свои функции по цене нормальная нам вручили qr-код а теперь на очереди отгадайте что у меня в руках наверное видно в общем у меня в руках пакетик я его порвала я пакетик порвала ладно нету дефицита пакетиков в стране поэтому ну да сделала я больно пакетику и что ой это штатив для телефона его открыла и порвала а получается открываем и длинничка это нормально наверное потому что у меня телефон находится без штатива без ничего он просто опирается об ножку зеркал все ну чтобы он еще не падал я купил штатив дальше тут идет инструкция по-английски и по-китайски я китайский язык не знаю раз по кучкам и так вот такой вот так вот он отодвигается стоил он вот столько он еще с подсветкой принципе я поняла как этого трансформера разобрать получается вот у вас штатив ну понятное дело это фонарик как сделать так чтобы штатив был выше обычного берем за эту штучку тянем тянем вверх делаем вот так вот и тут у нас есть монопод если я не ошибаюсь как она называется получается чтобы вот ты кликнул и сделать фотографию но это я попозже разберу она кстати прикрепляется вот сюда можно также высунуть и обратно вставить вот получается у нас есть вот такое вот основание мы держимся за это основание и выдвигаем а кто не поставит лайк я приду штативом и буду снимать съемки да говорит не до блогер мы сделали вроде ее в длину ширину а как поставить теперь эту палку объясняю вот у вас другое основание черное основание вот это вот вы убираете допустим нужную вам длину получается переводите видите вот этот треугольник берем за один край треугольника и делаем так отодвигаем палочки и у нас образуется вот такая вот конструкция в принципе в этом я разобралась как тогда ставить телефон тут есть штучки вот такие вот штучки берешь вот так вот и вуаля они открылись ставишь сюда телефон вот так вот это все и работает еще могу делать вот так вот потому что телефон может быть абсолютно разными длины ширины и они отодвигаются вот такая вот полезная функция так вот теперь я поняла как работает фонарик получается вот у вас штатив и тут маленькая кнопочка такая вот тут вот получается берешь тыкаешь на свете тыкаешь еще раз она еще больше светит так дальше тыкаешь еще раз она уже не светит и зачем нам собственно ками чтобы подключать и заряжать наш фонарик ну а теперь вопрос что с этим делать сейчас я проверю монопод чтобы так скажем зачем нужен этот монопод зачем чтобы делать фотографии включаешь и у тебя делается фотография цветит прекрасно просто для новичка как я в принципе хорошо а и на удивление работает монопод оказывается батарейка в хорошем состоянии и она не использована стоил он вот столько я поставлю ему 10 из 10 по такой цене и за монопод можно делать такие фотографии как вот эти я их ставлю вот тут вот на этом еще электронная техника не заканчивается линзы для телефона разные открываем достаю вот вся картинка выглядит три линзы для телефона первая линза чтобы увеличить картинку даже вот это вот линза она разбирается на две линзы и получается всего три линзы так не чухол положили я кручу и она выпала главное чтобы она не разбилась и получилось две линзы она как трансформер вторая это вроде обычная линза третий это такая большая ставлю я эту линзу я реально не показала потому что она была как камера обычный смартфон из десяти и стоили они вот столько за свою цену ну в принципе дешевую цену в принципе нормально косметика вот такой у нас посылочки еще нам предложили кисточку не просто кисточку а плотную кисточку для консилера заказала я консилер ламелия кому надо можете скрин сделать стоило нам вот столько распаковываю в такую пленочку я думаю так делать открывая и минутка упаковка в принципе презентабельная она такая переливающая упаковка упаковкой а нас интересует что внутри и внутри у нас мне кажется или там не так уж и много налили туда консилера потому что тут видно вот такую вот прозрачность это не до лилии да самое главное что она не разбита это плюс открывается она обычно но для моих синяков это принципе нормально он должен перекрыть мои синяки точнее мешки под глазами наносим тут наверно слишком свет подружка он подходит и пальчиком растушевываю в принципе это средство она скрыла мои недостатки так я имею ввиду мешки под глазами по оттенку конечно немножечко не совпадает но блин синяки он перекрывает мы пока что и я хожу вот так вот типа могу без мешков под глазами ходить по крайней мере а так за за коробочку плюс а боже мой я же не протестировала кисточку вот такая кисточка я ее открываю и она реально плотная я уже нанесла средство но плюсик еще этому консилеру так что будет 9 из 10 стоил этот консилер вот так вот тушь такой даже без коробки но в упаковке о тут еще упаковка есть это тушь манифест тут еще упаковка она получается тут было 4 упаковки спасибо видимо переживает лучше бы в пупыльках было чтобы не сломалась как видите я без накрашенных лестниц сейчас буду их красть давайте оценим первый шлепок туши так вот она должна вот так вот открываться сейчас накрасим я вот только начала и мне уже нравится потому что она не такая сухая как была у меня раньше сравниваем вот это и вот это красим еще левый глаз и посмотрим как вообще и такой эффект сравниваем один раз когда мы прокрасили и второй раз когда мы прокрасили ждем все подождали и сравните результат я нанесла два раза на правой стороне ну для меня на правой стороне на левой стороне я нанесла один раз и блин это вообще просто вау эффект также я хотела вам показать как выглядит щеточка я не знаю видно или не видно конечно на один раз не хватило но на два раза если покрасить и это на минуточку без келлера без еще каких-то средств просто на чистые ресницы все вот цена на экране в принципе для девочки подростка это нормально я даже комочек не увидела я оцениваю этот продукт на десять из десяти я купила себе дыбку и оцениваем дыбку конечно же я мерила как говорят у нас волонтеры медики чик-чик вот так так она мне оверсайз и получается я не могу перевернуть штатив потому что тут видимо нет места я могу в принципе встать на стул да кто-то может быть увидит вот так получается на мне вот так вот оверсайз на застежке поэтому-то и зипка этой зипки я если честно не знала брать мне или не брать потому что я не понимала она мне сидит как я брала эмку она специальная рассчитывалась на на оверсайз в принципе такая ну довольно таки тонкая внимание у меня остался еще один продукт я уже не помню что я помню это специальный блеск чтобы подчеркивать себе что-то он стоил всего-то 100 с лишним рублей где-то вот так вот перебивающий блеск знаете как обычно кореянки такие себе блеск такая конусообразная сейчас попытаюсь нанести или блестит глаз блески просто блеск вот это вот просто супер можно вместо хайлайтера почему бы и нет но вот оно у меня сейчас засыхает как-то неприятно мне бы так сказала так вот вместо хайлайтера прикол нос гости оцениваем блестки в принципе на глазу в принципе нормально смотрится они вот прямо издалека видны вот если в визита видно если издалека вот так вот ну я не знаю я как-то не вижу издалека какие блестки и чуть побольше размер и поменьше есть размер глаз радует как говорится да он может растереться как-то ну тогда нанос можно нанесить но только чуть-чуть вместо хайлайтера почему бы и нет я оставлю ну конечно тут мало но блин за такую цену нормально 10 из 10 и вот это было все пока пока так